МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей в студии Инга Габешия. Вначале коротко о некоторых темах выпуска. 25 призеров и 5 тысяч участников. Награды сегодня получили победители конкурса лидеры Кубани. Вместо поезда – самолет. На время ремонта железной дороги введут еще один авиарейс – Сочи-Краснодар. На домах курорта появились 39 новых памятных табличек. Сегодня в Сочи чествовали героев Отечества. Самая большая команда и лучший результат. Сочинцы заняли первое место на чемпионате Краснодарского края по тайскому боксу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 25 призеров из 5 тысяч участников. Три победителей, 22 лауреата губернаторского конкурса. Лидеры Кубани получили награды. Их вручил Вениамин Кондратьев сегодня в Краснодаре. Церемония прошла на втором региональном кадровом форуме. Глава Кубани принял участие и в панельной дискуссии, в которой открылась работа площадки. Во вступительном слове руководитель региона отметил, конкурс дает молодым людям шанс проявить свой потенциал, а власти обратить внимание на перспективные кадры. Что важно в этом конкурсе? Для меня в этом конкурсе важна возможность. Возможность молодых людей заявить о своих амбициях, здоровых амбициях. А потом посредством победы в этом конкурсе реализовать вот эти самые амбиции. Это самое важное. Самое важное, что власть должна сегодня сделать для тех талантливых, одаренных, неугомонных, пока молодых создателей. Вот что должна сделать власть. И в том числе конкурс лидеры Кубани дает эту возможность и молодым людям, и самой власти нарастить кадровый потенциал, и максимально потом решать проблемы, а их не допускать. Но в целом, коллеги, я всех хочу поздравить и друзья с началом форума, пожелать превратиться из победителей конкурса лидеры Кубани в настоящих лидеров Кубани. Экспертами кадрового форума выступают депутаты Госдумы и ЗСК, члены Совета Федерации, руководители региональных ведомств, главы муниципальных образований, бизнесмены, ученые и политики. В течение дня прошли семинары и мастер-классы. Участники обмениваются опытом и ищут новые контакты. Сразу после панельной дискуссии губернатор встретился с награжденными, чтобы обсудить итоги конкурса и дальнейшие планы молодых управленцев. Сегодня по всей стране чествуют самых отважных и мужественных людей, которые защищали Родину, покоряли космос и трудились на благо Отечества. Свои герои военного времени и труда есть и в Сочи. Торжественное мероприятие в их честь прошло в городском собрании Сочи. Слова благодарности сегодня звучали в адрес героев военного времени и труда, героев Кубани, лауреатов государственных премий, кавалеров Ордена Славы и всех людей, совершивших подвиг ради Родины. Глава города Алексей Копайгородский и председатель городского собрания Сочи Виктор Филонов поблагодарили собравшихся за их самоотверженный труд, за образец мужества, а также за патриотическую работу среди молодежи. Мне очень приятно от имени депутата городского собрания Сочи тепло и сердечно приветствовать вас в этом зале и поздравить с праздником Днем Героя Отечества. Каждый из вас в действительности герой, потому что много было периодов в жизни нашего государства, когда нашей Родине бросали вызовы. Вызовы военные, вызовы прямой агрессии, вызовы холодной войны, вызовы горки вооружений, вызовы экономические, когда всю страну надо было восстановить, либо ее накормить хлебом, а это была целина. Другие регионы, где нужно было строить, что-то строить, создавать новое производство, и везде наша страна выходила победителем. Почему? А потому что главная мощность своего государства, конечно, это вас, в людях. Потому что вы необычайные в достособности, патриотизма, гордости национальной, вы являетесь до настоящее время вот теми маячками, за которыми идут люди. Нужно это было поднять в атаку, вы поднимались за собой, нужно было у себя на производстве повести за собой людей. Вы это сделали. И поэтому и на вас тогда, в то время, когда вы совершали этот подвиг, даже еще не понимая, что вы совершили подвиг по этому поводу, вы были образцом. Вы и на сегодняшний день являетесь таковыми для всего нашего молодого поколения, которые вас всегда хотят видеть у себя рядышком, равняться на вас и стать такими же, как и вы, героями. С праздником каждого здоровья, счастья, мира и добра. С каждым годом героев Великая Отечественная становится все меньше, но они стараются как можно больше информации передать молодому поколению. Уроки мужества для школьников проводят герой России Павел Сюткин, герой Советского Союза, первый командир спецподразделения Альфа Виталий Бубенин, военный летчик, герой России Евгений Федотов и кавалер Ордена Почета, заслуженный врач России, герой труда Анатолий Быков. Мы, наверное, должны сегодня на более высоком уровне активно содействовать тому, чтобы наша молодежь, и не только молодежь, вот практика показывает, что и гражданское население, многие тоже не знают уже в более пожилом возрасте и на настоящего нашего города развития и так далее. Вот нить преемственности, наверное, то самое главное, что должно обеспечивать нашу активную работу. В этот день вспоминали и всех тех героев, кто ушел. Кстати, во всех районах города по инициативе Сочинского отделения Российского военно-исторического общества установлено 39 памятных табличек Героям Советского Союза и России. 22 в центре, 8 в Адлере, 7 в Хосте и 3 в Лазаревском районе. Помимо этого, в Краснодарском крае имена героев до конца года присвоят всем образовательным организациям. В Сочи эта работа уже проведена во всех школах. Добавлю, что в городе продолжается опрос населения о присвоении Сочи звания «Город воинской славы». Проголосовать можно на сайте мэрии до 9 января. Сочинские студенты и школьники провели субботник на Аллее Героев. Аллея Героев находится на старом кладбище по улице Догомыска. Здесь похоронены герои Советского Союза и России. Те, кто при жизни самоотверженно воевал за родную страну. В рамках мероприятий, приуроченных к Дню Героев Отечества, Управлением молодежной политики подготовлена замечательная патриотическая акция по уборке территории на Аллее Героев, где у нас похоронено 30 героев. Школьники и студенты, члены военно-патриотических клубов, расчистили могилы, убрали сухую траву и листву, помыли памятники и ограждения. А еще обрезали кустарники, чтобы они не закрывали высеченные в камне имена. Их, по мнению организаторов акции, должен знать каждый. И другим новостям. Православные отметили День памяти Святой Екатерины. Великомученица считается невестной покровительницей Казаковой Кубанской столицы. Главная праздничная служба прошла в Краснодаре в Свято-Екатерининском кафедральном соборе. Уже с утра там собрались сотни верующих. На службу в храм приехал губернатор. Вениамин Кондратьев по традиции вручил митрополиту Екатеринодарскому и Кубанскому Исидору букет из белых роз – символа чистоты и духовности. Глава региона вместе с другими прихожанами отстоял всю службу. Много людей пришли с детьми. По канонам священнослужители облачились в одежды красного цвета. Это символизирует страдания за веру. По преданию, святая Екатерина приняла христианство и отказалась выходить замуж за язычника царя Максимилиана, за что тот жестоко расправился с ней. Но великомученица от своей веры так и не отреклась. Из аэропорта Краснодар появится дополнительный третий рейс в Сочи. Его будет обеспечивать авиакомпания «ЮТЕЙР» с 14 января по 30 апреля. В этот же период железнодорожное сообщение между Сочи и краевой столицей будет отменено. Сейчас авиасообщение между Краснодаром и Сочи обеспечивается двумя рейсами в сутки. Первый рейс из Краснодара вылетает в 8.15, обратно в 16.20. Время вылета второго рейса из Краснодара – в 18.30, в обратном направлении – в 20.25. Для обеспечения дополнительного третьего рейса воздушное судно будет вылетать из Сочи в 10.40 и отправляться в обратном направлении в 13.40. Стоимость билета начинается от 2,5 тысяч рублей в одну сторону и от 4 тысяч 100 рублей туда-обратно. РЖД завершили ремонтные работы и возобновили движение электропоездов из Майкопа в Адлер. Первый вечерний рейс электропоезда «Ласточка» ушел 8 декабря. С 9 декабря движение «Ласточек» началось в прежнем режиме с небольшим изменением времени отправления утром. Из Майкопа «Ласточка» теперь выходит на 30 минут позже в 7.00 и прибывает в Адлер в 12.41. Вечерний поезд отправляется из Майкопа в 18.34 и прибывает в Адлер в 0.07. На обратном пути «Ласточка» отправляется из Адлера в 6.56 утром и вечером в 16.21. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. 10 декабря в Сочи малооблачная температура воздуха ночью плюс 4, плюс 6, днем 10-12 градусов выше нуля. Температура морской воды 13 градусов. В Красной Поляне ясная температура воздуха ночью 0, минус 2, днем 7-9 градусов выше нуля. Лучшим кинологом России стала Соченко. Екатерина Свящева стала победителем фестиваля «Созвездие мужества». На протяжении 11 лет он объединяет лучших специалистов системы МЧС России. Конкурс проводился по 15 номинациям. Это спасатели, пожарные, кинологи, горн, спасатели, водолазы, летчики, врачи, психологи, пиротехники. Лучшим кинологом МЧС России стала сотрудница Южного регионального поисково-спасательного отряда Екатерина Свящева. Лучшим спасателем стал сотрудник Ставропольского поисково-спасательного отряда Антон Хабашев. Начинающие сочинские предприниматели продолжают борьбу за деньги. В Сочи финишировал проект «Открой свое дело». Цель программы – помочь юным предпринимателям заработать свои первые деньги. Накануне в Сочи команды студентов и школьников представили свои бизнес-проекты, над которыми из команды экспертов трудились две недели. Какие из них оказались лучшими, расскажем в нашем сюжете. Проект «Открой свое дело» стартовал в Сочи 25 ноября. На первой лекции школьникам и студентам рассказали, что такое предпринимательство и как сгенерировать бизнес-идею. В этот же день тем, кто мечтает о своем деле, предложили разбиться на группы и придумать свою идею для бизнеса. Потом были две недели работы над проектами, с педагогами и действующими предпринимателями. В финале команды снова собрались в одном зале побороться за резидентство в бизнес-инкубаторе, а значит и за шанс получить реальные деньги для своего бизнеса. Мы, конечно, ориентировали нашу молодежь на то, чтобы это были проекты с низким порогом входа, до 100 тысяч рублей. Тем не менее, у нас есть и грандиозные IT-стартапы, которые требуют инвестиций в 7 миллионов. Есть проекты, которым инвестиции не нужны вовсе. Они основываются на экспертности ребят. В проекте «Открой свое дело» участвовали 160 студентов и школьников. Они представили 23 стартапа. Это, например, кафе для молодежи, студия звукозаписи, рисование, а еще коммерческие биотуалеты или франшиза по продаже силиконовых штор. Проекты на реализуемость, прибыльность и скорость окупаемости оценивал экспертный совет, в состав которого вошли предприниматели и представители власти. Современные темпы экономического роста, сама динамика, она ставит перед нами главную задачу. Сегодня нужно поддерживать молодых активных ребят, чтобы они создавали, брали на себя ответственность, создавали новые рабочие места, стартовали, открывая свое дело. Многие из проектов были из области IT. Ребята придумали различные приложения и сайты. Сергей Воробьев представил мобильное приложение. Мобильное приложение – это удобный поиск экскурсий в разных городах. По итогам конкурса Воробьев занял третье место. И уже пошел дальше. Просто идеи. Я списался уже с менеджером Яндекс.Карт, и они на демо-версию только по Сочи-городу. Уже готовы предоставить свой конструктор. То есть, с чем мы уже можем начать реализовывать проект. Второе место экспертный совет отдал школе ораторского искусства. Эти курсы, говорят авторы бизнес-идеи, будут полезны студентам, например, при защите диплома, а потом и на собеседовании. Уже после января мы хотим запустить две группы, начинать работать и к лету 2020 года уже иметь брендированный, расширенный и рабочий проект школы ораторского искусства. А первое место и еще целый ряд личных наград от жюри получили вот эти девушки за сушеные снеки из местных фруктов для полезных перекусов. Местные наши фрукты растут только у нас. Больший день растут тофихуа, инжир, ну многое другое. То есть, мы на этом делаем акцент и благодаря этому мы выиграли. По решению жюри сразу 10 из представленных проектов станут резидентами бизнес-инкубатора. Студенты и школьники продолжат там обучение, кстати, и бесплатное, и будут развивать свои бизнес-идеи. Самые жизнеспособные проекты получат реальные инвестиции. А значит, начинающие предприниматели смогут открыть свою компанию и начать зарабатывать. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». 11 декабря в Парке науки и искусства «Сириус» завершится цикл концертов проекта «Музыкальная сборная России». Услышать в своем городе будущих звезд мировой классической сцены – одна из целей проекта, который проходит в Сочи в сотрудничестве с Санкт-Петербургским Домом музыки. В эту сборную попадают лучшие из лучших музыканты, прошедшие строгий отбор. Это лауреаты множества престижных отечественных и международных конкурсов, солисты Санкт-Петербургского Дома музыки. Они только начинают свою карьеру, но к ним уже приковано всеобщее внимание. Уже второй год «Сириус» – это постоянная площадка для концертов участников музыкальной сборной России. Художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки, народный артист России Сергей Ралдугин на концерте 11 декабря в парке науки и искусства «Сириус». Выступят три участника музыкальной сборной – Алексей Шуст, Труба, Анна Савкина, Скрипка и Григорий Филипченко, Виолончель. Прозвучат произведения русских и зарубежных композиторов. В следующем году проект продолжится. Более того, в новом концертном сезоне планируется расширить географию концертов. Команда «Сочи» заняла первое место на чемпионате Краснодарского края по тайскому боксу. Соревнования завершились на курорте в эти выходные. Расскажет Ольга Десятого. В Сочи – Краснодар, Анапа, Геленджик, Новороссийск, Крыловской и Динской районы, а также Крым и Армения. Такова география чемпионата Краснодарского края по тайскому боксу. На краевой турнир в Сочи приехали порядка 180 спортсменов. Очень много как детей, так и взрослых увлечены таким видом видоборств, как тайский бокс, тэквондо, ряд других, ММА. То есть это сейчас очень популярные виды спорта. И тайский бокс – один из них. Поэтому мы видим, сколько здесь участников сегодня, и скольки регионов края. Самую большую делегацию на правах хозяев турнира представил город Сочи. 57 спортсменов. Все воспитанники 10-й спортшколы. Приезжают лучшие спортсмены Краснодарского края. И сочинским спортсменам, естественно, это положительный опыт, который они могут получить у себя дома, не выезжая куда-то за пределы города. Естественно, для нас это очень хорошо. Серию рук дай! Поджимай, поджимай коленом! В тайском боксе нет захватов и болевых приемов. Все построено на нанесении ударов противнику. Бить можно и руками, и ногами. Тайский бокс – это жесткий вид спорта довольно-таки. Там используются локти, колени. Не во всех видах спорта это разрешено и используется. В первую очередь это жесткость, конечно, этого вида спорта. Это настоящий мужской вид спорта. Призываю всех заниматься тайским боксом. В том, что тайский бокс – вид спорта жесткий, можно было убедиться и на краевых соревнованиях. В ринге спортсмены из Краснодара. Победу в этом поединке одержал Богдан Мешко. Он в синим. Далась эта победа потом и кровью. Причем в прямом смысле слова. К счастью, обошлось без серьезных травм. Сложно далась победа. Я перешел недавно в новую категорию. 16 лет на этом исполнилось. Очень было трудно. Но мы готовились серьезно к этому турниру. Сочинец Ростислав Дайнека, он в красном углу ринга, пришел в бокс из армейского рукопашного боя. Чемпионат Краснодарского края стал для спортсмена первым турниром в этом виде единоборств. И сразу победа. Вчера после взвешивания у меня был настолько, ну, не знаю, не страх, мандраж, знаете, перед боем. Типа это первый бой, первые соревнования. И вот это вот было самое, наверное, страшное – себя перебороть. Но я переборол, я попробовал. Спасибо моему тренеру за поддержку. Но, несмотря на всю жесткость тайского бокса, на турнире царила дружеская атмосфера. Кстати, боролись боксеры не только за медали. Краевой турнир стал отборочным на чемпионат Южного Федерального округа. Что касается итогов, первое общекомандное место в чемпионате заняла сборная Сочи. В копилке наших боксеров 23 золота, 16 серебряных наград и 13 бронзовых. Второе место в общем зачете у станицы Диньской. Третье – у Краснодара. Краевые соревнования по теннису на призы Елены Весниной проходят в Сочи во дворец спорта «Адлер-арена». Съехались 150 спортсменов. Турнир рассчитан на две возрастные категории – 9-10 лет и до 15 лет. Матч проходит в одиночном и парном разрядах. Краевые соревнования высокой категории, а точнее первой. Поэтому сюда стараются приехать сильнейшие теннисисты. Правила в этой игре, как известно, сложные, но едины для всех. Дети 9-10 лет ничем не отличаются. Играют все, играют по единим правилам. Единственное, что в возрастной группе 9-10 лет немножко укорочены сеты, партии так называемые. То есть не до шести геймов, а до четырех они играют. У нас всегда в крае были очень сильные позиции именно в теннисе. И регулярно наши ребята занимают призовые места и становятся победителями. Чем выше категория турнира, чем выше состав участников, тем больше рейтинговых очков они потом получают. И, соответственно, могут потом по итогам попадать в сборные края, города, даже страны. Судят соревнования, судьи на вышке. Им сверху видно все. Ведь это именно их задача – обеспечить соблюдение правил во время матча. Я должен следить за счетом, чтобы все было правильно, все игроки были в равных условиях. Фактически, задача судьи на вышке – это обеспечение равных условий для игроков, чтобы никто из игроков не получил какого-либо преимущества. В данном случае побеждает сильнейший, а судья на вышке этот принцип обеспечивает. Судья на вышке, естественно, он необходим для того, чтобы видеть всю площадку. Потому что есть части корта, которые снизу, как говорится, их очень трудно разглядеть. Сами участники открытых соревнований Краснодарского края по теннису – спортсмены уже опытные. У каждого своя тактика. Есть игроки качалы, есть атакующие. Я отношусь в группу атакующих игроков. И мне очень нравится атаковать. Я не люблю делать очень долгие розыгрыши. Мне нравится сделать подачу, потом 2-3 премьема и потом атака, выходить на атаку. Мне очень помогает это. Игроки даже не пытаются достать такие мячи. Ну, надо играть стабильно, играть плотными ударами, не накидывать сопернику. Ну и все. И играть умно. Я набираюсь опыту, очков. А зачем тебе очки? Чтобы становиться на турнирах сейнами и не играть в квалификацию. Что значит не играть в квалификацию? Квалификация – это если у тебя мало очков, и ты не попадаешь в турнир, ты должен сыграть 2 игры, их выиграть, и тогда ты только сможешь набирать очки в основе. Самое главное – это подача. Потому что без подачи ты играть не сможешь. Все зависит от подачи. Если нет очков, то ты попадешь на турнир, но ты можешь попасть на слабые турниры или попасть в такие средние и играть еще 2 дня – в субботу и воскресенье. Я не очень сильно играю, я просто развожу по корту соперника. Там, короткий, под заднюю линию, гоняю соперника по корту. Соперник устает, и мне становится легче его просто разводить. На последний удар он задыхается и не может бегать. Если соперник накидывает себе вот эти вот свечки или еще что-то, не надо играть, как он хочет. Играй в свою игру. Еще мне важно, потому что от этого зависит моя карьера в жизни. Какой ты видишь свою карьеру? На пьедестале. Имена теннисистов, набравших заветные очки, которые им помогут добраться до пьедестала, станут известны уже 15 декабря. Татьяна Говоркова, Инга Габеша, Николай Тихонов, Алексей Давыдов. Телекомпания «ФКТ». И на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й, а также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютьюбе «Говорит Сочи». В студии Блейн Гагабеша. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Продолжение следует...